Ростов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Взяли бы да почистили сами все дороги в городе. Да еще и круглосуточно. УАЗик спешит на помощь коммунальщикам. На борьбу с небывалым снегом вышла невиданная техника. Владелец УАЗика оборудовал свой внедорожник ковшом. Наверное, ему надоело бегать с лопатой и расчищать выезд. А что? Удобно и главное руки не отморозишь. Многих пользователей такая модификация восхитила. Ничего себе кулибин! УАЗ все может и даже расчищать снег. Но кто-то побеспокоился, все ли чисто в документах. Внес изменения в конструкцию, а оформил ли документально. Скажут, что асфальт испортил, штраф КТ. Да еще и регистрацию приостановят до устранения. Грамоту точно не дадут. Заснеженные улицы заставили некоторых расчехлить горнолыжное снаряжение. Очевидцы заметили парня на сноуборде, который ехал по Ворошиловскому мосту за машиной. Одни пользователи похвалили героя видео за находчивость, другие стали переживать за его безопасность. Надеюсь, все закончилось хорошо. А этот герой поста пошел дальше, а точнее полетел, что подтверждают фотографии в соцсетях. Сноубордист поделился своими впечатлениями. Мы осваивали то ли огородно-полевой, то ли почвенно-земляной кайтбординг, гоняя по пахоте. Слегка присыпанный несколькими сантиметрами этого долгожданного белого снега. Многим подписчикам такая экстремальная забава понравилась. Кайт – крутая штука. Я был уверен, что в Ростове его не существует. Когда в Ростове термометры показывали минус 20, герой фото решил, что самое время прокатиться на кабриолете. Любителя морозного экстрима заметили на дорогах города. На багажнике был закреплен сноуборд. Нестандартный выбор транспортного средства вызвал горячие споры. Как-то не по погоде он выбрал автомобиль. Тут, когда просто стоишь, можно околеть от холода. А во время движения так вообще можно в сосульку превратиться. Очевидцы тут же подтвердили. Я его на западном видел. Все странно на него смотрели. Но почему нет? Если хочется человеку так разъезжать, так пусть ездит. Никому же это не мешает. Только шапку потеплее надо. В начале недели метель очистила улицы от людей. И на них вернулись другие обитатели. Зайца заметили жители Левенцовки на детской площадке. Судя по видео, наверное, крупный ушастый заблудился. Но, исследовав территорию, быстро убежал. Пользователи заметили. Скорее всего, он тоже был в шоке. Так же, как и автор поста. Символ этого года, бычок, поселился возле входа в пожарную часть. Его сделал из снега пожарный Сергей Шельпов. Хотя скульптура находится в Новочеркасске, ее активно обсуждают в ростовских пабликах. Спасатель уже не первый год восхищает прохожих своим творчеством. Но он использует снег и воду для укрепления формы на морозе. Некоторые элементы подкрашены гуашью или акварелью. В коллекции пожарного скульптора, которая уже растаяла, были сказочные персонажи, герои советских мультфильмов и животные-символы разных лет. По бычку это уже советы были. Что бочки были у него в руках, что он будет держать, книжку. Что за книжку? Ну, не знаю, просто книжку. Вот, давай книжку. В бочках, значит, должен читать книжку. Ну, а елка, получается, остался снег. Он уже как бы мокрый. Его нужно было либо куда-то в новое что-то делать. Ну, это времени много. А поэтому вот на елочку. Были еще танк и армейский джип, созданный в натуральную величину. Пользователям такое творчество понравилось. Вот где таланты пропадают. Очень круто получилось. Творчеством Сергея Шельпова восхищаются не только в соцсетях, но и в офлайн. Дети приходили со школы, приносили открытки с благодарностью. Дядя скульптор делает эти скульптуры, там просьбы. У меня дома хранятся эти открыточки. Женщина приходила с благодарностью от жителей города. Грамоту в 18-м году принесла. Четырехметровую снежную розу слепили в одном из ростовских дворов. Подписчики тут же начали искать девушку, которой можно подарить такой цветок и предложили скульптору. Если не найдет, то слепите девушку рядом. Многие подписчики такой снежной скульптурой восхитились. Ух ты, какие романтики. Монтаж чистой воды. Так подумали комментаторы после просмотра видео с зимующими в Доной ситрами. Ростовчанин опустил видеокамеру на дно реки, чтобы проверить там обстановку. Оказывается, что не все так плохо с экологией. Рыба в реке есть, ее много. Но особо недоверчивые сделали вывод. Мне кажется, это видео смонтировано из двух. Слишком чистая вода и дно. Течение не особо видно. Других обитателей Дона тоже не видно. Но многие поддержали. Вы уверены, что в Дону можно столько сетра увидеть? Сомневаюсь. Некоторые пользователи осудили поступок автора видео. Зачем надо было выкладывать в сеть? Сейчас браконьеры набегут и все выловят. Слабоумие и отвага. Экстремал вышел по льду на середину Дона под западным мостом. Очевидцы его заметили в четверг, но возвращать на берег не стали. А сняли видео для всеобщего осуждения. А потом спасатели, тратя свое время, вылавливая таких персонажей. Для тех, кому жизнь своя недорога, услуга МЧС должна быть платной. Нашли заступники героя видео. С таким морозом можно туда выходить. Ничего с ним не случится. Кого-то даже вдохновило видео переделать известную песню. Между нами тает лед. МЧС меня не найдет. Сезон выброшенных где попало новогодних елок и сосен открыт в качестве доказательства фотографии с Пушкинской Соколова. Кто-то попытался запихнуть хвойное дерево в обычную урну, но вместо возмущения комментаторы на удивление сказали спасибо. Хорошо, что в урну закинули. Не было бы урн, кинули бы из окна. Даже если бы был пункт приема, то большинство выкидывали бы их куда попало. А кого-то возмутил нет, не поступок, а сама традиция устанавливать елку дома. Рубить кучу деревьев, чтобы потом через неделю выкинуть и жаловаться на экологию. Не вижу в этом смысла. Кота-купца-коробейника приодели к снежной погоде. Связала шарфик и шапочку ростовчанка. Как она рассказала, скульптура появилась в 2006 году и сразу полюбилась горожанам. У нас в Ростове есть такая традиция к зиме наряжать кота, но в этом году он остался без одежды. Заметив это специально для четвероногого, связала теплый комплект. Мы связались с Еленой Лысенко, и она рассказала, почему так сделала. Ну, так, я немного умею вязать. Кажется, лучше всего у меня получаются шарфы. Мерки я не снимала, вязала на глаз и, кажется, с размером не ошиблась. И как только потеплеет, кто-то из заботливых горожан, конечно же, разденет кота. Кот в шапке гулял по всему интернету. Горожане с особым удовольствием его фотографировали, делали с ним селфи. Ну, это же очень классно, мило и, к тому же, особенно фотогенично. И действительно, судя по комментариям в сети, многим пользователям идея пришлась по душе. Очень хорошо получилось, молодец. Но наблюдательные подписчики тут же подметили. Не хватает самого главного атрибута этого года – медицинской маски. Такой улов интернет-новостей на этой неделе. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok